Игорь Савицкий, московский художник, закончив Суриковский институт, он оказался в реальности конца 40-х годов. И в Москве он как-то не мог найти себе применение. И он с удовольствием принял предложение стать художником в Харезнской археологической экспедиции. Надо сказать, что это было не первое его знакомство в Средней Азии. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны, во время эвакуации вместе с другими студентами он оказался в Самарканде. И вот эта встреча с Землей, Средней Азией, с необыкновенным светом, с необыкновенными красками, она наложила в его душу такой очень значимый отпечаток. Средней Азией В конце 50-х, начало 60-х годов Вот этот кочевой образ жизни каракалпаков, он уходит в прошлое. Получают квартиры, дома, и уже нет отношения к декоративным предметам, которые украшали юрту, которые не столько украшали жизнью, но и охраняли, оперегали, нести какие-то традиционные ценности для человека. И начинают советские забирать эти предметы, начинают спасать искусство каракалпаков. И тогда руководство каракалпакской автономной республики, которая была в рамках Узбекистана, решает, что можно создать музей. И в столице каракалпакии, в Лукусе, организуется музей. Мы сразу представляем себе здание с колоннами. А это всего три комнаты и один сотрудник. Директор, научный сотрудник, хранитель, реставратор, уборщик, дворник. И всё на свете, всё в одном лице. И у него возникает идея, что необходимо собирать и искусство станковое, живопись, графику. Его внимание привлекает как раз этот период, интереснейший период, который сейчас получил такое метафорическое название «Туркестанский авангард». Те произведения, которые были созданы художниками в 20-е, 30-е годы в Средней Азии. И здесь одно из главных имён для него становится имя Александра Николаевича Волкова. Александр Волков родился в Фергане. Потом получил начало образования в Петербурге. И в 18-м году возвращается в Ташкент. После революционной политики привлекало таких молодых, энергичных художников и большой активности. Дело в том, что в Средней Азии, собственно, изобразительного искусства не было как такового. И вот идея чистого листа создательного искусства, которое бы сочетало в себе и традиционные ценности, было бы создано для новой жизни на старой земле. Вот эта идея, конечно, привлекла и Волкова, и тех молодых художников, которые вокруг него объединились. Вот был такой термин «бригады Волкова». Это было время, когда действительно вот эти утопические идеи создания нового мира, нового счастливого человека на Земле были многими художниками восприняты всем сердцем. И это было чрезвычайно искреннее искусство. Это был чрезвычайно искренний посыл. В Хутемас можно было сравнить с немецким Баухаусом. Там художники-авангардисты в 20-е годы обучали новому изобразительному искусству. И вот эти студенты, получив этот импульс авангардный, они оказываются в 30-е годы в совершенно иной ситуации. Буквально после 32-го года, когда вышло восстановление о распуске всех художественных группировок, организации одного союза художников, начался очень жесткий разговор политической власти с художниками. Сейчас, когда мы смотрим на работы, проникнутые таким пафосом, видим эти яркие краски. Мы удивляемся, почему молодая советская власть оказалась достаточно глуха к этим произведениям. И даже более того, в конце 30-х годов многие художники подверглись такому давлению и вынуждены были поменять свои приоритеты, художественные паралитеты. В 60-е годы это искусство 20-х, 30-х годов. Оно как бы уже отодвинуто в далекое прошлое, оно никому не интересно. И Поксовицкий был единственным в конце 60-х годов, кто почувствовал ценность этого искусства. Небольшая деревушка Тёбию, расположенная неподалеку от Стокгольма, возможно, ничем не отличалась бы от себе подобных, если бы не маленькая скромная церковь. Внешне непримечательная, она хранит фрески, самое удивительное из которых изображает смерть, играющую в шахматы. Автор фресок – знаменитый шведский живописец эпохи позднего Средневековья Альбертус Пиктер. Собственно, Пиктер в переводе на русский означает не что иное, как художник. Точных дат его жизни история не сохранила. Известно лишь, что родился он в Германии и, начиная с 1465 года, исполнял заказы в шведских городах. В 1473 году в Стокгольме он женился на вдове местного художника по имени Йохан и стал хозяином его мастерской. Около 1480 года Пиктер приступил к росписи деревенской церкви в Тёбию. Она была построена во второй половине 13 века, а в 15-м деревянный потолок храма заменили на каменный. Его своды и стены художнику предстояло покрыть фресками. Своё вдохновение Пиктер находил в книге «Библия бедных», впервые изданной в Германии в 1462 году. Обилие наглядных рисунков и малое количество текстов, комментариев делало Библию доступной и понятной малограмотным людям, стремящимся приобщиться к христианскому учению. На своих фресках Альберт Успиктер запечатлел сюжеты Писания. Здесь можно найти сцену грехопадения, изображение хама, смеющегося над своим обношенным отцом и его благочестивых братьев, не дерзающих взглянуть на старца, и библейского пророка Иону, который три дня и три ночи провел в очреве Кита и Иисуса Христа и Деву Марию на смертном одре. Одна из фресок посвящена святому Олафу II, норвежскому королю, защищавшему христианскую веру с секирой в руке. Альберт Успиктер позволил себе отойти от канонов, обратившись к теме, которая была непривычна для храмовой живописи. Он предложил прихожанам созерцать шахматный поединок смерти и рыцая. Традиция изображать пляски смерти, увлекающие за собой любого, будь то бедняк или богатый, грешник или сам римский папа, в 15 веке уже существовало, однако решение Пиктера было новым. Смерть в образе скелета делает свой ход. Рыцарь испуган, его сердце вот-вот перестанет биться от страха. Саркастическая улыбка смерти не оставляет сомнений. Она выиграла поединок. Скоро она завладеет душой воина. История не дает ответа на вопрос, почему Альберт Успиктер изобразил столь необычный и в то же время философский сюжет. Было ли это заказом или его личным выбором? Скорее всего, в маленькой деревне художнику удалось проявить большую степень свободы, чем было позволительно в столицах. Он поделился своими мыслями о скоротечности жизни, в которой смерть в любой момент может стать победительницей. Существует также и другая трактовка этого сюжета. Шахматная фигура символизирует человека и его место на строго разграниченном, как в шахматах, поле жизни. Переступать границы своего сословия, полученного от рождения, непозволительно. Жизнь состоит из чередования белых и черных клеток. Однако, если ты рожден крестьянином, рыцарем или монахом, не отказывайся от своего предназначения до самой смерти. Сам же Альберт Успиктер приступал этот закон. Он был не только художником, но и весьма одаренным музыкантом-органистом, а также мастером по изготовлению гобеленов. Одна из работ Пиктера Красноярщиву говорит о том, что он желал оставить свой след в вечности, не позволив смерти стереть его из истории. В церкви шведского городка Лид находится единственный полуразрушенный автопортрет мастера. Надпись гласит «Помните меня, Альбертуса, художника этой церкви». Творчество помогало художнику обыграть, если не смерть, то забвение. В 16 веке с приходом в Швецию и лютеранство, когда многие росписи в католических церквях подверглись уничтожению, фрески Альбертуса Пиктера, включая его работу в Тёбю, остались нетронутыми. Многие специалисты уверены, благодаря своей яркости и экспрессии, выразительности и безупречному исполнению, они настолько сильно отличались от работ других шведских мастеров, что даже самые воинственные противники католицизма не посмели прикоснуться к ним. Образ художника через много столетий увековечил кинематограф. Ещё будучи ребёнком, великий шведский кинорежиссёр Ингмар Бергман увидел фрески, поразившие его воображение. Смерть, разыгрывающая шахматную партию, стала лить мотивом его киноленты «Седьмая печать». На экране появляется и мастер, выполняющий фреску «Танец смерти». На вопрос, зачем ты молюешь такие страсти, средневековый художник отвечает, людям полезно напоминать, что они смертны. Дама с горностаем – одна из тринадцати дошедших до потомков картин великого Леонардо Доринчи. Среди них всего четыре женских портрета – Джоконда, прекрасная Ферраньера, портрет Джиневры де Бенчи и дама с горностаем. Пропавший почти на триста лет шедевр Леонардо вновь явился миру в конце XVIII века в коллекции польских князей черторыйских. Впервые он был атрибутирован лишь в 1900 году. А потом экспертам потребовалось еще около сотни лет, чтобы уверенно подтвердить авторство Доринчи и ответить на множество вопросов. Когда именно была создана картина? Кто на ней изображен? Что за зверек сидит на руках у прекрасной дамы? И какова его символика? Ответить на большую часть этих вопросов смог французский инженер и исследователь Паскаль Котт. В 2007 году он провел съемку картины, изобретенной им особой мультиспектральной камерой с разрешением 240 мегапикселей, а затем тщательно изучил полученные результаты. «Загадочная дама» открыла французу множество секретов. Паскаль Котт безоговорочно подтвердил авторство шедевра, которое иногда приписывали мастерской Доринчи. Было обнаружено, что основой для картины «Дама с горностаем» послужила ореховая доска. Также найдены доказательства, что эта доска выпилена из того же ствола дерева, что и основа другого портрета, на который Леонардо запечатлел образ прекрасной фироньеры. Экспертиза установила и другие неопровержимые следы руки Титана Возрождения. Причем в буквальном смысле слова. На лице прекрасной модели и на головке зверька были обнаружены отпечатки пальцев и ладони Леонардо. Известно, что мастер прибегал к помощи пальцев, когда считал вмешательство кисти слишком грубым, в частности, чтобы передать нежную фактуру женского лица. Подтверждают авторство гения и некоторые косвенные улики. Например, усы горностая в таком ракурсе мог написать только левша. А в ту пору Леонардо был единственным художником-левшой при Миланском дворе, где и создавался портрет дамы. Сама за себя говорит и композиция картины. Сложнейший ракурс, контрапост, с головой, повернутый в три четверти, был новаторским для второй половины 15 века. В то время художники изображали своих моделей, как правило, в профиль. Мало кто из мастеров той эпохи отваживался на подобный эксперимент. Однако именно дошедшие до нас портреты Леонардо написаны в три четверти оборота. Кем же является прекрасная дама с горностаем? Ее костюм и прическа позволяют утверждать, что красавица проживала в конце 15 века при дворе миланского герцога Ладовика Сфорце за темный цвет лица, прозванного Иль Моро, что значит мавр. Именно при Миланском дворе женщины расчесывались на прямой пробор. Они не заплетали косу, а убирали волосы под вуаль и перетягивали их лентами. Эта испанская мода появилась в Ломбардии благодаря Изабелле Арагонской, в 1489 году ставшей супругой племянника герцога Джан Галиадса Сфорце. На роль дамы с горностаем пручили многих известных миланских красавиц. Бьянку Марию Сфорца, племянницу герцога Миланского, его законную супругу Беатрича Деста, а также его любовницу Лукрецию Гривелли, ту самую, которую Леонардо изобразил на картине «Прекрасная фероньера». Большинство исследователей считает, что на портрете изображена Чичилия Галерани, возлюбленная Лодовика Сфорце. Связь герцога с юной дамой началась, когда ей едва исполнилось 16, и завершилась через несколько лет. В 1492 году после рождения его внебрачного сына Чезаре. На своих коленях прекрасная Чичилия держит горностая. Это не случайно, ведь игра смыслов была вполне в духе 15 века. Горностай был одним из символов Лодовика Сфорце, который являлся членом ордена горностая с 1488 года. Горностай, этот символ чистоты и воздержания, мог бы показаться не вполне уместным на портрете любовницы герцога. К тому же не исключено, что в момент написания портрета красавица носила под сердцем ребенка от своего могущественного покровителя. Впрочем, с точки зрения нравов 16 века, подобный статус нисколько не умалял достоинств блистательной молодой девушки. Кроме того, исследования Паскаля Готто показали, на первоначальной версии портрета горностай отсутствовал. Леонардо изобразил его позднее, причем изначально зверек был меньшего размера, а его мех имел серую окраску, соответствующую летнему времени. Лишь в последней версии горностай, изящно поднявший лапку вверх, навсегда слился с образом дамы. В ходе работы над портретом Леонардо внес и ряд других изменений. Это коснулось и костюма модели. Исчезла декоративная шнуровка на левом рукаве платья, бантик на декольте и завязке, удерживающий прозрачную вуаль под подбородком. Да и сама вуаль практически слилась с волосами. Мастер словно отказывался от лишних ненужных деталей, которые могли бы затмить естественную красоту его модели. Замысел живописца не ускользнул от придворного поэта Бернардо Белленчионе. Он посвятил творение Леонардо Сонет под названием «Диалог поэта и природы». Природа, сердишься, завидуешь чему-то. Да Винчи, что звезду земную написал, Чичилью, чей взгляд прекрасный так блистал, что солнце лик сумел затмить он на минуту. Я сейчас расскажу историю о Урале в Танцебаре. Он тоже оказался в Ташкенте. Его работы настолько пронизаны вот этим вот ощущением звучности, яркости, какого-то мажорного звучания цветовой гаммы. И вот Савицкий приходит уже к пожилому художнику. Художнику, который в советское время совершенно изменил свою творческую манеру. И обращается к нему с просьбой получить ранние работы. И вот эти старые работы в 20-х, 30-х годах, они настолько потрясают советского, что он несколько десятков работ привозит к себе в новости. И потом уже делает профессиональную выставку. Когда художник, пожилой художник приезжает и видит эту выставку своих ранних работ, с ним случился удар, сердечный приступ. Вот это история не художника, который претерпел какие-то гонения. Это художник, который прожил жизнь счастливо достаточно, стал академиком, был реализованным. Но вот он смог это сделать за счет того, что смог отказаться от какого-то своего видения. Игорь Советский, он искал и находил вот именно те произведения, которые были созданы вот в этом ключе. Он сам говорил, есть искусство советское, а есть искусство советское. В этой шутке, полушутяк, полусерьезно, он определял вот этот свой выбор. Игорь Советский обращает свое внимание на московских художников. На московских художников, которые так же забыты в 20-х, 30-х годах. И в его коллекции начинают появляться имена и художников бубнового муалета, таких как Фальк, Кудрин. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны, будучи в Самарканде, Игорь Советский оказывается в мастерской у Роберта Фалька. И там начинают брать у него уроки. И вот эти дружеские связи потом длились долгие годы. И это тоже является одной из причин, что появляются работы Фалька в музее. Потрясающее собрание у такого художника Алексея Мургунова, который считается одним из членов группы «Бубновый балет», но его упоминаю пока уже так на вторых, на третьих ролях. Соломон Некретин, художник, которого отметил Илоначарский, приехал в начале 20-х годов в Москву, стал заниматься футемасью Кандинского. Портрет девушки в красном, который изображен на красном фоне, мы видим, что здесь художник экспериментирует, создавая какое-то особое поле напряжения, особой энергии. Работа старая и новая, Некретин, его программное полотно было в 1935 году подтвергнуто осуждению. Он был практически исключен из союза художников, и это полотно сейчас оказывается внук уси. Многие художники, выпускники футемаса могли встроиться в эту новую систему социалистического реализма. Они выросли на искусстве импрессионистов. Работали Антониной Сафроновой, работали Бориса Рыбченкова. Они как раз развитие импрессионистического направления очень ярко представляют. Но тем не менее, они удивительно самобытны, и они удивительно живы и оригинальны эти произведения. Эта перестройка на совершенно иные рельсы не для всех художников была возможна. Многие ушли в промышленность, полиграфию. А кто-то ушел, вот как, например, Николай Тарасов, очень талантливый художник. Он предпочел зарабатывать на жизнь тем, что он был певчим в церковном коре, а работает для себя. И вот в 60-х годах он уходит из жизни, и остается его наследие. Огромное количество работ. И вот Игорь Советский приезжает в Москву, и все наследие, несколько тысяч работ он возит к себе на укус. Украинец Воронежа, получивший художественное образование в инконописной мастерской, художник Николай приезжает в Дашкент. И оказывается, не только так восхищен самой природой, зрением Азии, но и даже принимает ислам. Так глубоко он проникается этой жизнью. И получает новое имя, Усту Мумен, что значит «тихий мастер». И он работает в удивительной манере, в которой переплетаются традиции и персидской миниатюры, и русской иконописи, портреты молодых юношей. Многие из них выполнены на досках. То есть он сохраняет технологию иконной живописи. Это совершенно уникальные работы, которые даже трудно отнести к какому-либо направлению. Настолько удивительно оригинален этот художник. Владимир Лысенко. Практически безвестным художником он уходит из жизни. Садицкий после его карантина он приходит в несколько полгоден от родственников, от сестры. И среди этих работ одностранная работа. Изображает быка. Но этот бык находится в каком-то особом космическом пространстве. У него даже на хвосте какая-то желтая сфера. Один из рогов у него покрыт обыкновенным цветным орнаментом. Кто этот бык? Почему он находится в таком странном пространстве, как болит в этом космическом серо-синим мареве? Но этот образ, бык с черными глазами, как бы смотрящими куда-то в абсолютную пустоту, он становится символом музея в Нокусе. Замечательный, яркий художник по фамилии Карахан. Он создает удивительно звучные, по цветовому решению произведения, которые, конечно, отражают весь этот пафос строительства новой жизни. И работа, прокладка водопровода в Пухару имеет и второй эпический, романтический смысл. Вода приходит в город, расположенный в пустыне, где вода чрезвычайно ценная часть жизни. Слева изображен человек, который жадно пьет воду. Похоже на египетские изображения мужчины. Тащат на плечах абсолютно синие трубы, бассейн, наполненный зумрудной водой. И рядом пионеры, которые идут куда-то, а рядом ремонтируют мечеть. Все это завернуто художником в какую-то необыкновенную композицию, которая звучит, как мощный, радостный аккорд. Я еще хотела сказать о художнике Владимире Комаровском. Удивительно трагической личности. Его единственной виной перед советской властью было то, что он был рожден в аристократической семье, носившей графский титул. И несмотря на то, что он был художником, он был исследователем русской иконы, несмотря на то, что он был реставратором, это его такое тихое занятие, никак его не спасло. И он несколько раз был арестован и, в конце концов, расстрелян. Этот автопортрет, в котором пересеклись и авангардные тенденции, и традиции русской иконы, пожалуй, наиболее трагический знак этой эпохи, ярчайшее свидетельство этой жизни. Работы, поражающие своей смелостью, яркостью пластического решения, смелостью темы, это Михаил Курзин. Удивительно нежные, романтические работы Елены Каравай, розовые женщины в пухаре, как цветы распускаются. Яркость красок Надежды Кашиной, ощущение яркости солнца на площади человека, который несет на голове поднос с лепешками. Как будто отпечатываются эти образы очень яркие, очень вкусные. Широкая палитра разных направлений, которые можно сравнить с теми направлениями, которые родились родились и были развиты в европейском искусстве. И Кашина, и Курзин, и Каравай по своей образной силе, по своему мастерству вполне могли бы стать в ряд с самыми знаменитыми именами. Но этого не произошло. Но этого не произошло. Вот это, можно сказать, подвижническая работа Савицкого по собиранию, по спасению произведений художников, которые могли пропасть, выпасть из истории и отечественного искусства. Она продолжалась с 1966 по 1984 год, год его смерти. В последние годы он очень болел, так как он все делал сам, он и реставрировал серебро сам с помощью таких средств, которые сожгли ему легкие. Вот это собрание можно назвать таким огромным Ноевым ковчегом или сейфом, в котором заключены более 40 тысяч произведений живописи и графики. А сейчас иногда журналисты называют этот музей «Лувр в пустыне». Вот это тенденция, которая игнорировала поиски, свободный поиск изобразительного искусства, пыталась всех художников, так сказать, построить в одном направлении, в таком реалистическом, натуралистическом направлении. Конечно, это омертвило, омертвило историю отечественного искусства. И что особенно жалко, жалко, что вот эти ростки они могли бы дать очень серьезное, полноценное и полнокровное искусство, которое не состоялось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова